Субтитры сделал DimaTorzok Еще немного уютного лампового хардстоуна, как все мы любим Enzot Paladin, Enzot Mag Родненькие колодки, друзья, всем привет Заждались мы уже старта вместе с вами У нас тут интервью, всевозможные ролики Но мы хотим начало именно матчей Это четверть финала, напомним, это HCT Germany Тут разыгрывается 190 поинтов А также путевочка на BlizzCon Да, BlizzCon, в скобочках, чемпионат мира Но это все равно BlizzCon, может быть, что-то и изменится в итоге Но фестиваль был в Амстердаме весьма годный Будем надеяться, что это все продолжится и впредь Но, друзья, что стоит отметить Самые титулованные ребята, самые главные лакерки Так сказать, прошли дальше Ну а кому-то не повезло И в очередной раз они остались не у дел Давай, наверное, немножко расскажем о том, что же все-таки происходило вчера, друзья Вообще на данный турнир был открыт абсолютно отбор Любой человек мог принять участие, любой из чата, любой из комментаторов Даже Паша, дядя режиссер, мог поиграть Вот, но добрались сюда 16 в итоге самых опытных и жестких бойцов А, возможно, самых везучих И в итоге вчера в очень-очень жарких баталиях Осталось у нас всего 8 человек Покинули турнир, к сожалению, двое наших ребят Один представитель Украины, один представитель России Это Нанаки и представитель Украины, соответственно, из Одессы Силварс Они уже не сыграют, к сожалению, по последнему месту в группе Ребята себе заработали Сегодня осталась только восьмерка И у нас плей-офф, стандартная олимпийская система Которую вы можете наблюдать и в традиционных видах спорта И в киберспорте Проиграл, вылетел, выиграл Пошел в полуфинал, выиграл, пошел в финал, выиграл Взял кубок, пошел на чемпионат мира И... Та-та-та-ра-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра Веселишься И это первый играл, который мы посмотрим на Hunter Race Который сразится с Перной После этого Бостон против Адемиана После этого Биг Куайт против Ярл И уже после этого Глейзер против Оранжа И вот он, перед вашими глазами, Hunter Race Товарищ, который за последние несколько месяцев Успел всем уже надоесть Я говорю про людей, которые играют в ладдер В топе легенды Он там просто завсегдотай И постоянно этот парнишка Тащит то топ-1, то топ-2, то еще какой-то топ Очень много он наиграл на казаку-жрице Очень много таким образом он забирал себе титулов Ну и можно даже сказать, что тут рассвет Его такой вот карьеры киберспортивной Стартовал именно с расцветом казакус-жрецов в ладдере И на чемпионатах, но еще и до этого Он играл на DreamHack Причем весьма-весьма неплохо Рука об руку вместе с Зананананан Вместе с Зубом И Женецкий Уже есть такой финн Есть такое дело Что вообще хочется сказать про этих ребят Мы очень рады комментировать эту пару, друзья Почему? Кто не видел вчерашние матчи Мы комментировали GSL-сетку То есть что это такое Играет пара и пара Затем лузера и винера Винера, выигравшие в плей-офф Проигравший винер с выигравшим лузером Соответственно проигравший лузер Отправляется домой Мы комментировали вчера не все матчи Так уж проходит эта система Четыре группы Везде по четыре участника Соответственно в каждой группе Нужно сыграть по пять матчей Мы вчера комментировали только восемь Из них решили нам только эти игры Показать TakeTV Соответственно Ни одного, ни второго игрока Мы еще на стриме не видали Поэтому оценить Как они вчера играли Как они подошли к этому турниру В какой они форме Как работает этот лайнап То есть есть сами колодки И мы и вы можем посмотреть По команде высотный знак колоды в чате То вот как эти колодки работают Что банить Как этот лайнап в принципе синергирует С чего они открываются Чем продолжают Мы не могли вчера Но есть данность Хантрей закончил со статой 2-0 То есть он не проиграл ни одной партии В свою очередь Перна Сражался с Сколько я помню Джеки Чаном О чем он и говорил в интервью Что именно за слот они бились друг с другом По результатам у Перны Все-таки одно поражение было Вообще кто такой Перна изначально? Казалось бы это какой-то сомнительный бразилец Но он единственный Кто прошел по так называемым глобальным квалификациям Чтобы вы понимали Для того чтобы квалифицироваться на этот турнир Было проведено 4 одновременных квалификации 3 европейских И одни глобальные По глобальным квалификациям победил Перна Вообще расскажем людям Что такое квалификация Это первый турнир Который мы вообще комментируем В данном формате Что решили придумать Blizzard На этот год В прошлом году То есть еще когда давно У нас были турниры по инвайтам Затем Blizzard решили Что ребята будут фармить поинты Ездить на прилимы И соответственно 3 месяца ты работаешь В ладере на турнирах И так далее Едешь на прилимы И там уже дерешься за слот В этом году система другая 24, правильно? 24 турнира Нам организовали на протяжении 9 месяцев До конца лета Последний по-моему в сентябре Или в августе Если мне не изменяет память И на каждом этих турнирах Есть отдельная квалификация Вам не нужны ни поинты Ни заслуги Ни бабушка Которая еще играла на фейсханте И помнит мету с древних времен Вы просто берете Регистрируетесь Нажимаете Сыграть И бахаете на открытых квалификациях Эти огромные квалификации В которых участвует Вплоть там до тысячи И больше человек Которые длятся Не весь сколько часов Я только слышал эти истории От бедных ребят Которые там играли Их по 14 По 17 И так далее Часов Эти квалы В итоге остается Лучших 16 Которые едут Вот на приблизительно Такой лан-финал Как этот HCT Germany И тут уже борется За слот на чемпионате мира И за 190 близпоинтов На секундочку Топ-1 ладера Сколько у нас дает Близпоинтов? 16 16 То есть друзья Тут разыгрывается 190 Это больше Чем 10 раз Закончить в топ-1 Но при этом В любом случае За первое место Тебе дают 15 Второе 12 Дальше 10 8 Не ну понятно Но имею ввиду Суммарно разыгрывается 190 близпоинтов Это чертовски много Это просто невероятная Какая-то цифра Насколько я понимаю Вот эти вот Все невероятные цифры Они были с учетом Тех игроков Которые уже вылетели Конечно То есть 16 И 32 В том числе Найман Который остановился в шаге Это 4 поинта То есть ребята Учитывайте Что уже часть поинтов Роздана И продолжается Просто вот эта вот Глобальная квалификация 24 турнира 8 в каждом регионе И там Специфические правила Относительно того Какие квалификации В каких регионах Проводятся Чтобы у каждого региона Даже особенно Вроде Азии Там или вроде Америки Была возможность Квалифицироваться Не так чтобы Просто европейцы Приходили везде и всюду Всех выигрывали И фармили Таким образом Себе очки дальше Посмотрим К чему приведет Вот эта вот Квалификация Первая Близзард Очень усердно Работает над тем Чтобы это все улучшать И постоянно Держит нас в курсе Но не всегда Информация попадает На русскоязычные Официальные ресурсы Поэтому Ну вот Не знаю Есть пост Да Я закину сейчас Тоже в чат С описанием Некоторых нюансов Именно проведения Эйч Ты выпубликовал себя В группе По-моему Если я не ошибаюсь Поэтому друзья Закидите в группу Бороды Борода Или так Вас с удовольствием Там примет Заодно Борода еще и стримит Друзья По утрам Поэтому забегайте Плюс ко всему Они дали расписание На 6 чемпионатов В этом сезоне То есть Что такое сезон Это 3 месяца Да И дали расписание На 9 чемпионатов Уже во втором сезоне Так Чтобы не было Никаких недомолвок Чтобы все люди понимали Что им надо заранее Там Если ты прошел На эти квалификации Показать билеты Для того Чтобы организаторы Были уверены Чтобы все были спокойны Чтобы деклисты Были открыты Ну в общем Все нюансы Расписываются Заходите Смотрите Но на всякий случай Я еще бахну Ссылку Само собой В чат твича Чтобы вы тоже Приобщались Там есть Ну на английском языке Я думаю Там если что Вдруг Гугл переводчик Вам поможет Да Ну ряд нюансов Которые действительно Проясняет ситуацию Хантерейд против перны Давай быстро Пробежимся по лайнапам Что тут интересного Давай Да я только на один вопрос Чата отвечу А зачем тогда вообще Нужны пойнты Друзья Прелимы Никуда не ушли То есть есть Чтобы вы понимали Туры HCT 24 штуки Да Есть региональные чемпионаты А есть сезонные чемпионаты Со всех Абсолютно То есть Эти чемпионаты Наподобие Вот Этого Чемпионата Немецкого Заменяют Грубо говоря Турниры С открытые Открытые турниры С пойнтами Наподобие Старых дримхаков Если вы вспомните Вот данные HCT Заменяют подобные Открытые турниры Но Прелимы Никуда не ушли Они все еще есть И не будут играться За это Не беспокойтесь Тут я видел сообщение Насчет произношения Но это я думаю Уже не суть Важно Давай действительно Пробежимся по лайнапам Давай я за Хантерейса Расскажу Потому что его лайнап Мне лично импонирует И хотелось бы за ним Понаблюдать Первая колода Это комбо Дракона-жрец Привычная Которая играет На внутреннем огне И соответственно Тех самых Вышеупомянутых драконах Вторая колода Это контроль Маг Которого решил забрать Прямо сейчас Примечательные карты Вы контроль маги Это одна копия У нас дрныф каторжников Одна копия У нас Тирана За пять кристаллов Маны Он же деспот На русском языке Ну и все остальное Привычное Поздняя стадия игры В виде джайны Аланы Медива И алекстразы Третья колода Это Энзот Контроль воин Не поверите Друзья Причем Примечательно отметить Что в этой колоде Есть такая карта За три кристалла Как драгонслейер Убийца драконов Такой себе Краб Против драконов И последний Все это закрывает Контроль варлок Который безусловно Должен был По идее Отправиться в бан Но наконец-то Мы увидим Двух варлоках Потому что И у хантерейса И у перны Лайнапы играют С чернокнижниками Что по перне Давайте смотреть Что у него там Интересного есть В его колодках Это Зо варлок С двумя грибомантами Да-да-да Это та заковыгистая Картишка из арены Причем весьма имбалансная Которая бафает Плюс два Плюс два Такой себе Защитник Аргуса Который дает Вэлью трейда Или еще что-то Положительное Позитивное Брали с этой Колодой Топ-1 на Азии Но я думаю Что это совсем другая история Мы к ней вернемся обязательно Дальше Это Биг Спел Жрец После этого Переходим К старому доброму Темпа Магу С одной гидрой И Четвертая колодка Это Мурлок Паладин Также с одной гидрой Двумя разрушителями чар Итого Грубо говоря Если упростить Все это дело У перны лайнап Чуть более агрессивный У Хантерейса Лайнап Больше напоминает Контроль О чем нам говорит Энзот Пал и Контроль И судя по всему Именно Хантерейс Должен переезжать Перну Без каких-то Особых проблем Единственная колодка С которой Могут сложиться Проблем Это вот этот Биг Спел Жрец Который должен Контроль Это неплохо переезжать По идее Согласен Согласен с тобой Игорь Соответственно у меня вопрос А почему же Не эта колодка Отправилась в бан Неужели Темпа мага Считает настолько Страшным Хантерейс Что выбирает Убрать эту Деку И считает Что она сильнее играет Нежели Жрец Хотя большинство игроков Я думаю Ты согласишься Банят или Варлока Или Жреца Ну просто Если мы пробежимся По колодке В целом Да То есть такой момент Что Жрец Хантерейса Его В принципе Маг Ну Почти Любая колода Может пострадать От темпа мага Вот так вот Если мы пройдемся И темпа маг На самом деле В текущей мете Весьма неплохо Если мы возьмем еще И Темпа мага От Перны У него также есть Один разрушитель Чар И у него есть Айс блок То есть он может вообще Безнаказанно Закидывать урон в лицо И ничего не опасаться То есть колода Действительно Очень хороша В нынешней мете И даже варлок Ну варлоке Не могут ее законтрить То есть надо Определенный Голдфиш Получить С максимумом Хилов С тем чтобы у тебя Ну все 4 карты Нашлось там 2 пакта Плюс 2 берега Ну желательно Да Обыгрыш секретов Само собой Ну и ДК на 10 То есть если Это тебе все заходит Хорошо Но в целом Темпа маг Проходится по варлокам На мой взгляд Да В большем Количестве случаев Не знаю вот что ты Скажешь Слышал я Вот еще в тему Первое небольшое горение Относительно его мага От некоторых Профессионных игроков Да и я честно говоря Их поддержу Ну играть Сайленс в маге Вместо полиморфа Это очень странное решение Нелепо немного Ну согласись Обычно Если маг Хочет справляться С тяжелыми существами Которые для него Неприятно Он просто использует полиморф Сайленс Как таковой К магу Ну как-то не особо подходит И даже если воспринимать его Как тушу Но это всего лишь 4-3 за 4 маны Есть явно существа Пободрее и посильнее Поэтому выбор странный Но давай переходить к игре У нас тут Тем временем Пока мы рассказывали вам Про лайнап Друзья Четвертый ход И стол контролирует Перна Но лицо Хантерейса Еще не сильно пострадало 25 единиц здоровья У Джайны Есть в руке Айсблок Но проблема Что продолжения В виде зачисток нет Да Есть сейчас Дыхание дракона Это здорово Но вот что делать На шестой Или седьмой ход Пока не ясно Да Вообще Желательно конечно Поэкономить ресурсы Поэкономить зачистки Ведь стол Ну как бы Ой-ой-ой Как переживает Хантерейс Стол Ну меньше не будет Да С учетом того Что совсем скоро Может и злая призывательница Пойти И как мы видим У Перны Тут просто все хорошо По заходу Никаких тебе заклинаний У тебя темпа существа Жить и когти из кабала То есть ну Вообще просто все божественное Еще и драконит шпион Может выйти Я не знаю честно Что может Здесь противопоставить Хантерейс Эта колодка Вэлью играет Просто очень круто Колоду бигспел Жреца И порой Ну никакой контроль Ничего с ним сделать не может Именно из-за большого количества Толстых существ Таких вот массивных Именно так Видели мы вчера Как уже выигрывал у нас маг В подобной ситуации Но там была неоднозначная игра От мага Напомню и действительно Вернее неоднозначная игра От жреца Простите Оговорился Именно поэтому Макс умел эту игру Потащить Но обычно Жрецы действительно Расправляются С контроль Джайнами Без особого труда Давай смотреть Как мы будем забирать Вестника Рока Вариантов Забрать Ну есть Через Ауешку Ну есть через Ауешку Но это настолько Печальный вариант Что ты оставляешь Лишь одного дракона Слушай Это Я бы сказал Вариант все-таки Менее печальный Нежели потерять От стола У тебя на столе Остается хотя бы 2-1 3-3 И 3-3 Почему нет? Ну с другой стороны Да Ну смотри-ка Уходит в хил Что? Хочет добрать карты Ну если честно Я с тобой согласен В этом отношении Да Это лучше чем отдать Ход магу Чтобы он что-то поставил Что-то сыграл безнаказан Да И ты потерял В темпе Ну вообще неимоверно Вестник Зарева Ну вот этот вестник 3-3 Он серьезно Бесполезен против контроль мага Ну что тебе забирать Элемов Потом Алану Под нее оставлять 2 четверки По-моему это Очень и очень слабо То есть этот стол В любом случае Будет нуждаться В зачистке от Хантерейса Или предположим В способности героя Который улетит в клирик А если способность героя Улетает в клирик Это означает Что у тебя остается В распоряжении Лишь 3 кристалла маны Вопрос теперь к Антерейсу Что мы играем Может быть сейчас Рискнем с крысой И попробуем Затащить Злую Призывательницу Ведь ничего такого Ну эпичного Да Произойти же не может Плохого Все же нормально будет Сейчас мы поглядим Ну по идее На пятой Ты это все зачищаешь Спокойно Дыханием дракона На шестой у тебя Есть полиморф В злую призывательницу Единственная карта Которую ты по сути боишься Это Тирантий 12-12 Потому что он неуязвим На все остальное Тебе в сумме плевать С другой стороны Этот стол Представляет себе Опасность только В виде клирика На самом-то деле Который хилится Поэтому Мне честно говоря Больше нравится ход Через секрет И пинг В клирика По-моему Этот стол Не достоин еще Массовой зачистки Да Согласен с тобой Но В этом отношении Хантерейс Картишек Не добирает Злая призывательница Должна выходить Прямо сейчас Как говорится Сейчас Или никогда И можно уже Продолжать свое Поползновение В лицо К Джайне Ну если мы ставим Злую призывательницу Она должна выходить Обязательно Крайней справа Для того Чтобы не подставляться Под метеор Иначе Ты подставишь Своего дракона Или естественно Несчастного элема Смоленова Которые не хотят погибать А не хотят жить И дружить Жить и дружить Нету жить Какие варианты Еще могут быть Прямо сейчас Поставить Например Сумеречного И Проводить исцеление Накинуть На Да Будет играть жадно В этом отношении Перна Или темпово Перебирает карты Если честно Не видит Судя по всему Лучшего решения Меня знаешь Еще какой вопрос Интересует Вот в начале До начала кат Который меня прям Взволновал Я бы сказал До начала игры У Перны В руках был телефон Как бы Который он оставил У себя на столе Ну он мог Подсматривать Колоды оппонента Это вполне нормально Лайнапы открыты Он мог посмотреть Каких технических Карт играть И все такое Это понятно Но Всегда Все организаторы И все секунданты Обязаны убирать Телефоны со столов Я уверен Что там люди За этим смотрят Ну серьезно Я не верю В том что Такой важный турнир Который проходит В Германии Там просто Ребята Забьют И будут заниматься Какими-то Посторонними Делами Я более чем уверен Что за этим следят Организаторы Будут внимательно К подобным моментам И Перна Не знаю Может поставил На беззвучное Может еще что Давай уже Не будем гадать Ну просто Такая вот Ремарочка Да И кстати Со злой призывательницей Подъезжает Такой неплохой дроп Как гниломорд Весьма Карта 4-6 Карта Война За 8 кристаллов Мана Каждый раз Когда этот парень Получает Несмертельный урон Он призывает Рандомное легендарное Существо на стол Поэтому Отдавать сюда Дыхание драконам Может быть Очень-очень страшно Во-первых У тебя в колоде Есть еще один полимор Во-вторых У тебя в колоде Есть еще один секрет Это риск И не наказан Хантерейс Должен был рисковать Прочувствовал Этот момент Игрок из Норвегии Сомнение изменяет память И в итоге Зачищает стол полностью Да Повезло тут Хантерейсу А ведь Маглого дела Это плохо закончится Вот не зачисти Ты сейчас стол Дальше Остается гниломорд В живых Его лечат И тебе придется Опять-таки Искать какую-то зачистку Да Отдавать еще второй Метеор И не знаю Может быть Как-то жильец Нашел бы возможность Ранить существо Медива забираем Хорош Даже если одно Или два заклинания Сыграешь из руки Да С одной стороны Для тебя это грустно Потому что Ты этих С пылы хочешь Играть через Того же У нас Через ту же Восьмерочку Чтобы она тебе Тащила Все эти Заклинания Но Есть обыкновение Такое Что иногда Заклинания Приходят тебе в руку И тут появляется На столе Медив Вот тебе Пожалуйста Нечто из янтаря И вместо Двух Высоковозрастных Дропов Ты То есть вместо Одного Получаешь два Да Именно так Потому что Если уже Архимант Бесполезен И ты получил Всевозможных Заклинаний в руку То хотя бы Отъешь Медива Тебе поспособствует В зачистке Вновь правильное Позиционирование Потому что Существо будет призываться Справа Соответственно Существо Со статами Слабее Выходит По центру Архивариуса Все еще Нет Ждет Его Перна Думаю Что эта карта Ему понадобилась бы В скором времени В любом случае Есть классное продолжение На девятый При этом Есть дракон Есть две тройки И самое главное Есть ответ На возможно Тяжелое существо Оппонента Которое может появиться На восьмой ход В виде Медива Вот у Хантер-Рейса С другой стороны Да Проблемки есть Небольшие На мой взгляд Потому как У тебя Есть конечно Ряд ответов То есть там Метеор Там Здорово Полимор Классно Но Как бы Рано или поздно Заклинания Третья закончатся А выигрывать С помощью Ты можешь В этом противостоянии Только с помощью Лича джайны Да Действительно Это медив И лич джайном Отдаем Метеор Отдаем Удар Упыря И пинг в лицо Ну тут По-моему легкий Восьмой для перны Да идеально Пока заезжает Формальный ход Девятый Но мы будем Разыгрывать На восемь Кристаллов Мана Иииии Поехали Гогель Могель Мэр Но это Определенно Нет Наздорму 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 Ну скорее Все таки Ужас Ужас Я тоже думаю Думаю что 6-10 Выиграет как-то посильнее Но общие статы И там и там 16 Но дело в том Что 10 хп Забирать намного сложнее Лиловый червь Здравствуйте Также Великолепный Просто Палкой Даже будем забирать Потому как у нас Заклинаний больше нет И это идеальный размет Хорош Ход от перны И если честно Два Очень неприятных Существа Появляются На игровой доске Сыграл Сыграл в какой-то степени Наверное В втором Дыхание дракона Да Если ты играешь Наздорму То это еще одно Дыхание дракона Если тебя Везет с дропом Ты фактически Опять-таки Решаешься всего стола Согласен с тобой На Ну и вот опять Что делать Ну это то Почему магу Очень тяжело В данном противостоянии Это то Что вчера Мы не видели В последнем Бест оф 5 Нашего игрового дня Это жрец Который давит Жрец Который не забирает Дезвингов себе в руки А жрец Который выставляет Существо за существом И маг Рано или поздно Лишится зачисток Плюс Напомним Что у мага В отличии от варлока Нет Зачисток Сто процентного стола Наподобие Круговерти пустоты То есть Весь урон мага Он фиксирован Да Есть Спылы Которые носят Просто тон урона Наподобие Дыхания дракона Который там может нанести 7 урона С колодой Хантерейса Да Есть метеор Который лупит 15 Но все равно Урон фиксирован И массовые зачистки Фиксированы Очень жестко Близзард 2 Флеймстрайк 4 Дыхание дракона Ну в среднем Там 5-6 Соответственно Вот с такими Тяжелыми дропами Как 6-10 Справляться Хантерейсу Невероятно трудно Ну пытается Да Тут каким-то образом Отбиваться Пока сохранять Свое здоровье Хантерейс Но Что пара драконов Нужно появляться Сейчас на игровой доске Либо Мы отыграем От жильца когтя Из кабала И в очередной раз Немного поднимем Статы Зловещему ужасу Вытащим Опять-таки Его из-под дыхания Дракона И просто будем Стабильно Наклацывать По лицу Мага Нащелкивать Я бы даже сказал Да-да-да Обязательно Обязательно Прибавляем Здоровьица Опять отыграем От Метеора Вот Первая Бестов 5 Сегодняшнего Игрового дня Никаких ошибок Ребята Очень радуют Что Распределением Существ по столу Что Игрой Пока что Что вот Мелочами Относительно того В каком порядке Не выставляют И позиционированием Существ на столе Вчера Вот в последнем Бестов 5 Даже в последних Двух Бестов 5 Ребята явно устали На 10-11 час И мы видели Очень много брака Пока что Парни радуют Что делать Хантрейсу Не совсем я понимаю Но Попробует он Найти какой-то выход И сложившись С ситуацией Хорошо играет Колода Бигспелл Жреца С Большинством Контроля Наверное Даже Не знаю Как ты по опыту Терпеть Тяжелых колод Я бы сказал Терпеть не могу Эту редакцию Потому как Действительно Ты На контроль Чернокнижники Порой Просто путаешься Во всех этих Существах Огромных И тебе не хватает Элементарно Зачисток Я думаю Исходя из этого Даже оставлял Чернокнижника Но вот Как по остальным Архетипам Мы посмотрим Чернокнижник Будет Страдать Или нет Что я Сильно Сомневаюсь Такая Мерзенная Колода Но Она работает Действительно Она очень Очень неприятна Ну вот Сейчас Бронника Выставит Что-либо Тяжелое Предположим Медива Он Полетит В руку От Майнд Контроля Выставит Джайну Элем Иди сюда Родной Сколько Три Разыграл Получается Что у нас Было Нет Он разыграл Только А он Разыграл Только Нечто Из Я имею Ввиду От Хантерейса Подолан От Хантерейса Дыхание Дракона Метеор Портал Три Я Насчитал Три Возможно Мы что-то Упустили Но мне кажется Что больше Ничего Не выходило От Тоже так Думаю Из Норвегии То есть Три Дракона Это хотя бы Попытка Зацепиться За этот Стол Но у тебя Больше нет Секретов У тебя Больше нет Айсблока И тебе кровь Из носу Нужно Находить Или Кстраузу Например Тоже Зачистка Стола Всего Но вряд ли Наш противник Пойдет Зачистки Вэльютрейда Для него Будут ли Слушай А можем ли мы Сами заставить Летал с Аланой Вот чисто В теории 15 18 Если наш Аппонент Не идет Нам сбивать Айсблок То можем Убить его Сами Мне кажется Что Алан Это единственный Выход из ситуации И забирать Ворона Даже пожалуй Чтобы оставлять Именно вэльютрейды По столу Да Так и делает Вот от перна Ну и вот Теперь же Майн контроль Не выглядит Так грозно У одного дракона Можно забрать Его 5 атаки Заменив их На двойку Атаки Одним из существ Можно Расстрелиться Но проблема в том Что ты не сбиваешь Из блока Да Не хватает здоровья Не хватает атаки В любом случае У тебя на столе Вот даже Если ты все Отправишь в лицо Пойдешь там Сморк Воевать То у тебя Всего двадцатка Там 21 единица здоровья Тебе в любом случае Не хватает единички Поэтому Я думаю Что сейчас Мы увидим Размены От перны Так 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 Скобочка Нет Ну там же Один Верно Судя по всему Он разменяет Одно существо Или Разменяет дракона Свапнет статы Со вторым драконом А если Флеймстрайк А если флеймстрайк Он судя по всему И будет отыгрывать От флеймстрайка Да И В надежде на то Что два Удара Должно прийти На смоленого стража Вот такой ход Защищает себя От алекстраза Нем сам Нужно выставить Аккуратно От метеора Да Все четко Такс Итого На столе У нас Со стороны Хантер-рейса 17 единиц урона Но стоит провокация 3.8 Забрать ты ее Пока никак не можешь Я имею ввиду Как-то Аккуратно Из руки Наподобие Полиморфа Или метеора Но Есть портал Брис удар Самой Аланы Дальше Есть два дракона Но размены Крайне неприятные Один дракон Может забрать 6.4 Режется Когти из Кабала Но вот что делать С 6.9 Кобальтом Губителем И с ужасом 9.7 Пока не ясно С Лероем Даже будет Один офф 14 Это единственное Что так можно Страш ужаса Само собой Не дает Возможности Забить Ну и вот Действительно Непростой ход Для хантер-рейса Такс Ну смотри Портал Отдаем В 6.4 Он будет Бит под 5 Слушай Подгорел И в принципе Либо служителя боль Это конечно Победа Это жестко А может быть Но как бы Тут понимаешь Ну ладно Это хоть какое-то Объяснение Окей Это хантер-рейс Но действительно Ход выглядит Неоднозначно Если хантер-рейс Если хантер-рейс Просто ошибся То такое тоже Случается В любом случае Мы Правдиво Ответа на этот вопрос Никогда не узнаем Потому что Если кто-то спросит У хантер-рейса Он всегда скажет Что он играл От майн-контроля Так это было Или не так Это было Однозначно Ну и надо ставить крысу Если ты не ставишь крысу Ты проиграл Облетал стола Ровно Семерочек Даже с разменами Приспешника Так а почему Не убить 5-4 Почему не убить 5-4 Хантер-рейс Опять-таки Отыгрываем Но если там Майн-контроль Ты проиграл Если Майн-контроль Который забирает Твою крыцу Ты проиграл И смысл Отыгрывать от него Сейчас У тебя Ты просто не можешь Себе такого позволить Это победа Кстати Первая В первом Противостоянии Поздравляем его Никак уже Не распетляет Хантер-рейс Как бы ему не хотелось Легчайший Майн-контроль Который забирает крысу И в аккурат Литл Под 7 Бронник Вот архивариус Миша аж Сник немного После этого Кода такой Ну Такое случается Это победа Хантер-рейс Проигрывает первую партию Но будем откровенны И это противостояние Было в пользу Первой А вот что дальше Он обкосорно получил Дорогие друзья Мы знаем Что он получил Майн-контроль С ворон Это дело не в том Дело в том Что отыгрывать От майн-контроля Это 5-4 за 10 Как вы думаете Когда у оппонента В руках 5 карт И он играет на Биг-спелл Жреце Что для вас лучше Чтобы он отдал Десятку И забрал себе Тигра 5-4 Или чтобы он Вновь выставил Тебе стол Тем более Что с Тигра Ты не умираешь Потому что У оппонента Больше ничего Не будет на столе Именно Друзья А ты можешь Тобдекнуть И еще что-то Тут можно Знаешь Подискутировать Лучше на тему Того что Служитель боли Который выходит В темп И который Не дает тебе Ни одной картонки Привет Выширским оракулам Вот так вот Он знает Что это не спасает Никак Ну чат Там просто Уже И мы сейчас Вас разорвем Ребятушки Чатику Лучше Видно Не надо Не надо тут Задроты что ли Александр Что началось Как Александр говорит Не надо Не надо Цитаты великих Чат всегда прав Это понятно Поехали смотреть За Мурлок Паладином Против контроля Варлока Матчап неоднозначный Потому что Некогда считалось Что контроль Варлока Разрывает всю Агру И Шансов У Агрокалот Нет Но раз за разом Именно в лайнапах Которые не банят Варлока Мы видим Мурлок Паладина С одним А то и с двумя Сайленсами Поэтому Посмотрим Удастся ли сейчас Перне Забрать себе Эту катку Так И старт такой Неплохой На самом деле Для Перны Прям вот вообще Неплохой Ну и Хантерейс По идее С учетом его Архетипа Должен разносить Этого просто Мурлок Паладина Под орех Не оставлять Им вообще Никаких шансов Потому что Два спернения Миллиард таунтов Я хочу прочитать Только один Комментарий Можно Пожалуйста Они не понимают Что МК Дабл Вэлью Убивает У соперника И дает тебе Это два действия Представляешь Игорь Ты вообще понимаешь Как работает Майнд Контроль Два в одном Два действия Игорь 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 И себе Боже ж ты мой Почему никто не играл Майнд Контроль Потому что Розаку с жрица Он же Два действия Сразу И забирает И тебе дает Это просто невероятно Это невероятно Архивариус в каждой колоде И значит Существо И кастует И дает И может еще и забрать Сайленс И Сайленс Накладывает Ни моту Ни существо Понимаешь Два действия Ребята Архивариус Каждой деки Майнд Контроль Каждой деки Вот не надо Больше десяток В колоде Пожалуйста Ладно Давай все таки Возвращаться к игре У нас тут уже Пробафанный Огромный Мурквизитор 3-5 Вместе с ним Озерный Охотник 2-3 И вот они Существа Которые уже Не подставляются Под зачистки Хантеррейса Что важно Есть еще И пробаф По здоровью Соответственно Каждый этих ребят Получит еще Плюс 2-2 И Хантеррейсу Нужны провокации И мы видим Что они есть У нас есть И за 4 Товарищи В виде ДРНФ Каторжников И за 5 У нас есть Тар Еще один Смоляной Скрытень За 6 У нас есть еще Провокация В виде Рин При этом Есть Локей При этом Есть зачистка В виде Хеллфайра А также Неплохой Четвертый дроп Который точно сыграет Ну и тут вопрос Насколько сам будет бояться Хантеррейс Мегазавра И того что он принесет То есть именно Все будет зависеть От Хантеррейса В этой партии Насколько он Сам себя передумает Все остальное Вторично Потому как Эта партия Должна выноситься Хантеррейсом Просто вообще Без шансов И перни Нужно сейчас Активно Шевелить Шестеренками И все такое Что Раскричались Можете Все Спокойно Комментировать Будем Будем Спокойны Когда Комментаторы Значит Ну Поняли Но оправдывается Апсирая Ребят Из чата Ну это же понятно Ну конечно Все ясно Мы значит Поехали Поехали комментировать Заговора Придумываем Придумываем Какие варианты Что может быть Как бы Вот это вот Но нет Чатик Нашел ошибки И просто Нас за это Несчадно Сейчас с тобой Увольняет И не дает нам Шансов Слово сказать Понимаешь Замолчите Уже там Все такое Так 3-6 в 2-3 Взяли пушку Разбили второй 2-3 4 в лицо Других ходов Я не думаю Что Миша Там важное дело В чате Надо Срочно бахнуть Так Ну что Размены Дрнеев Каторжников Да И проходимся На 4 В лицо Вновь не подставляемся Под адское пламя И пока очень грамотно Обыгрывая зачистки Варлока Перна Ему это удается Ну хорошо Мы поставим Еще Таунтов Чуть-чуть Давай Держи Смоленова Нам разрушитель Чар Есть Да С другой стороны Если подъезжает Разрушитель Чар Ты получаешь Еще на Десятку Но скорее всего На семерку Потому что пушку Паладин Захочет Сохранить Ну и тут вот вопрос Но я думаю Что это в любом случае Смоленохи Можно конечно Отыграть И сейчас Забайтить На разрушителя Чар Поставив Лакея Посмотрим Какое количество Разрушителей Чар В Паладосе Там их два Ну смотри Есть два варианта Первый Отдавать Адское пламя Для того Чтобы следующим Еще одним Адским пламенем Зачистить Но ты получишь Слишком много урона Все таки Выбор между Лакеем И канавным скрытнем Выбор пал на Лакея Действительно Если этот Парень получит Сайленс То соответственно Канавный скрытень Затем Выйдет Себе Спокойно Ну или Хотя бы Рин Помимо этого Лакея Это хотя бы Тушка 2-2 Которая выгодно Для себя Может разменяться Слушай А может не будем Отдавать Не будем Все таки Не будем Не хочет Верно Как-либо Подставляться То есть Если ты не отдаешь Ты можешь При каких-то ситуациях Подставиться Удар 2-3 Мне точно не нравится Потому что Выйдет сюда 2-2 Серьезно Ну это просто Не знаю Ну это Очень жесткая Подстава Микстурщица Плюс Оскернение И поехали И поехали домой В следующую партию Этой комбинации У Хантер Айс Нет Поэтому Перна рискнул И оказался прав То есть Возможно Он отыгрывал От того Что я сейчас Живца Еще одного Бахну Но если есть Микстурщица Я проиграл Окей Может быть Он отыгрывает От того Что микстурщица Бы уже Появилась На игровой доске Раньше И сейчас Он не хочет Просто Ставить Живца Да Хочет Оставить Существ На вторую волну Тут крыса Ну и вот он Собственно Контроль Варлок Который должен Убивать Всю агру И так далее Но два Разрушителя Чар Их два Да И первый Разрушитель Сыграл И вот он Пятый дроп Который ушел В никуда От Хантер Айса И продолжения Пока нет Если пойдет Второй Разрушитель Чар Как мы это Будем петлять Давай Допустим От второго Разрушителя Мы играть Не можем Но Мы можем И должны Играть Таких карт Мегазавр Варлидер То есть Нас могут Просто Убить В два хода А то И в один Если Не забираешь От стол Если мы Ставим Сейчас Смоленова И пойдет Варлидер Сколько там У Смоленова Семь единиц По-моему Да Если я правильно Помню Хочет Играть Пограничное решение Да Ставить Крысу Появляется Озерный Охотник А тут Вот тебе Варлидер Пожалуйста То есть Таким образом Мы контрим Уже Стол На следующий Ход Вторым Адским Пламенем Но Больше При этом Не выставляем Ничего Ну и Варлидер Сейчас Плохо Откровенно Говоря Потому Как У нас Нет Выгодных Разменов Придется Дать Охотник Удар В лицо Удар Лицом И плюс Ко всему Еще На десятку Мы пройдемся Это Кстати Тоже Неплохо Это Уже Очень Больно Для Чернокнижника Это Второй Хелфайер И просто Надежда На то Что Ты Не Погибнешь Там Еще Кто-то Только Досмотрел До Момента С Майн Контролем Насколько Я понимаю В чате Ну тут Девятка Будет Отправиться В лицо Девятка Девятка Слушай А если Выставить Гидролога И Сыграть Око За Око И Таким Образом Тебя Спасает Топ Дэк Пушки Это Будет Летал Архивариус Опять не том Ой Библиотека Смотри Прямо Сейчас Если Ты получаешь С гидролога Око За Око То Твой оппонент Играет Хеллфайр У тебя есть пушка На ту дек Летала А если Твой оппонент У него нет Других зачисток Кроме Хеллфайра То Око За Око Это вообще Летал Око За Око Летал Да В том Тебе Это Ты Выигрываешь В любом Из Случаев Если Получаешь Секрет Оппонент Не может Играть Хеллфайр Если Не получаешь Секрет Ну То Ты Остаешься В той же Ситуации В которой Есть Да Ты Традишь Одного Мурлока Но Он Уже Тут Не решает Или Ты Даже Если Ты Не получаешь Око За Око Просто Играешь Шандомный Секрет Причем Как можно Быстрее Взял Око За Око Не важно Берешь Шандомный Секрет Играешь Для того Чтобы показать Что это Око За Око И тогда Противник А зная Что Хантер Рейс Брал Как пишут В чате Топ 10 Несколько Раз Сотен В жизни Он сам Себя Передумает Он сам Себе Заруинит Катку Таким Образом То есть Можно Уже Играть На психологии В таких Чемпионатах При условии Что Хантер Рейс Это машина Которая Фармит Ладар Все дела Но При этом Это человек Который Может Очень Сильно Волноваться Ты таким Образом Сам Поставляешься Под Тефайл Потому что Ты выставляешь К двум существам С единицей здоровья К двум существам С тройкой здоровья Ты добавляешь Существо 2-2 Поэтому То есть Ситуация Очень Двоякая Пушки Нет Или Роя В этой колодке Тоже нет Хотя Такие колоды Были В любом случае Решает Сейчас Первый Играть Гидролога И посмотрим Какой секрет Он заберет Долго думает Я уверен Что это будет Только за ок Но Он не дается Оппоненту понять Что же он все-таки Выбирает Вот если бы забрал По твоей логике То Сейчас бы уже Выиграл В любом случае Чисто Если отыграть От вероятности То Шанс того Что оппонента Дефайл Выше Потому что Остается 2 Дефайла И только Один То файл То есть Да Можно играть От того Что Сквернение Вышло бы Раньше И все Такое Но Знаешь Как говорится Есть В любом случае Ход И этот Хантеррейс Можно Вернее Перный Вполне Можно оправдать И ход Око за око Тоже Выглядит Намного Агрессивнее И В этом Логика есть Безусловно Но мне все-таки Кажется Что в данной Ситуации Нужно было Играть через Око за око Потому что Шансов уже На победу Остается все Меньше и меньше У тебя нет Никакого продолжения И божественная милость Не факт Что придет Но зато Тут есть другой вариант То есть Мы видим Что теперь Хантеррейс Я думаю Понимаешь Что только за око Что теперь И биться-то ему Нельзя в лицо Ему нужно просто Пропускать ход А есть Мегазавр Который Может тебе дать Нистовство Атаку И все Да Им только Две адаптации До этой дал Плюс два Плюс два Тоже Но это не он Но топдек Хороший Только что Отдали оберег Соответственно Круговерть Пустоты Нужна Или Нужно молиться На то что ты поставишь Провокацию Тебе через нее Не пройдут Знаешь чем беда За око Око за око Уже сработает Да С гидры Если вход Хантеррейса Да конечно Это урон Который он получит Но если Вход Перны Ну понятно То нет Само собой Ну тут надо ставить Повелителя бездны Топдек Саленс Выиграет игру Сейчас Перни Но нет Ты праведная Защитница То есть Таптся Хантеррейсу Больше нельзя Ну видишь Беда для Хантеррейса В том что Вернее Беда для Перны В том что Его оппонент Даже Ударив по гидре Будет один оф Это как то Едничку добить Непонятно Если Хантеррейс Топдекает сейчас Энзота ДК Он Выигрывает Тут действительно Шансов У Перны Додавить Уже не очень много Он же не хочет Приговаривать Сам сейчас Повелителя Ну с другой стороны Смотри А без стопдека Что ты будешь делать Ставишь вторую девятку И вновь Надежда на Сайленс Хотя Можем ли мы пройти Через 2 1 2 1 Нет Мы все равно Не проходим через Все 3 провокации Даже с Сайленсом На 3 9 Второго Владыку И да Вот это крутой Топдек Вот это я понимаю Топдеки Так топдеки Хорош Все это 1-1 Ну да Появляется ДК Гулдана Появляется еще одна Провокация Появителя Бездны Даже не одна А поболее Ну и тут ясное дело Не будете Биться в гидру 9 хп Способность героя Новая И перна Недоволен 17 хп Тут уже и вовсе Может искать Летал для своего Оппонента Сам Хантер Рейс Но Партия очень близко Крайменно говоря Очень важно Что придет В идеале Даже скорее Какие-то Жонглеры Которые Достреляют Хотя бы Провокации Один раз попадут В Владыку Нет Это вурлок И волнамуты В количестве Двух штук Гидра и Мурчидин Похоже Что будут Забирать у нас Провокацию Или Владыки 2-2 Озерный Вернее Озерный Оживец Темной чешуи Доберет Провокацию 1-2 Как бы Это летал Уже для самого Хотя Подожди Два удара Они там Похилить Никак Прямо Гидру Не можем К сожалению Шесть И вот В такие моменты Знаешь Вспоминается Каждый раз Старый добрый Молоток Который Таскали Еще старые Помнишь Агропалы Которые Таскали Молоток За 4 Для того Чтобы в подобных Ситуациях Докидывать В лицо Который Дрывает Одну карту Какой-то Молот Справедливости Или Правосудие По-моему Какой-то Молот Правосудие В бородатые В бородатые Времена Потому что Действительно У паладина Но это Огромная проблема Все Агропалы Могли Тебя Задавить И добить Только При наличии Сайленса И Там Пушки Лерой Понятное Дело Но вот Сквозь провокации Бьет только Жонглер Сначала Единичка В лицо Проверяем Око за око Это именно Оно Круговер Способность Героя Хотя В этом даже Смысла нет Смотри Два удара В гидру Раз Два Нет Летало Нет Там Не хватает Действительно Там Два удара Летало Ну так да Мы просто Выставляем Таун Действительно Нет смысла Что либо Астана Мурлока Все-таки Уберем Не будем Убирать Мурлока Три провокации Остаются На игровой доске Что Наказывается Отход Предположим Мегазавр Мегазавр Севентфи Подожди Милость Давай Давай Вот так Вот лучше Посмотрим Милость Милость Которая Принесет тебе Пять картонок Останется У тебя Семь кристаллов Это Мегазавр Плюс Варлидер Плюс Варлидер Да Кстати Ну Могли Зачистить В любом случае Хантерейс Сетапит Летал Подобилку Он не сыграл От настолько Маловероятного Исхода Что его оппонент Не Что его оппонент Найдет Летал Он просто Сетапил Подобилку Варлока Свой летал Да и все Собственно Не особо парился Ну что ж Пока Все идет Вот как должно идти Биг Спел Жрец Выигрывает Своё противостояние И дальше Начинаются Проблемки Уж Не знаю Будем возвращаться Мы или нет Но катки Очень напряженные Согласись Они в разы Интереснее Того что было Вчера То есть ряд Игроков Которых мы Не посмотрели К большому Сожалению Да он Конечно очень Хороший Игроков Он вот Ну немного Печалит меня Ряд этих факторов Тому как Кого-то мы смотрим Кто-то выпадает Из стрима Полностью И ты вроде как Получил квоту На чемпионат И Потел там 16 часов При этом Ты приезжаешь Мало того Что ты отлетаешь Например там С каким-то счетом Так тебя еще И на стриме Не показали То есть как-то Это все Сомнительно Немного И в рамках Такого чемпионата Мы даже С коллегами Общались Что хотя бы Три дня бы Выделяли Чтобы мы Хотя бы Групповую стадию Полностью захватили Да согласен Потому что Действительно Очень обидно Когда приезжают Там те же наши ребята Очень интересно было Познакомиться И с Силверсом С точки зрения Игрока И интересно было Познакомиться И с Нанани Парнем из России Который приехал Думаю вот как-то Не хватило Их на турнире Птица Старый добрый Птенчик Старый добрый Зу Чернокнижник Это колода Которая Добавилась К лайнапу Первым Видим уже Классный старт У нас есть И Первых Три дропа У нас есть возможность Забирать Клириков оппонента И напомним Что у Хантерейса Как раз таки Комбо жрец Этой колоде Необходимо Находить Зачистки В виде Вестников Заката Эти ребята Три-три Которые Ауешь на Три по столу Вот они Тебе и нужны В свою очередь Для оперы Все Просто божественно Насколько мы видим Вот у Хантерейса Как-то Ответки То И ему нужен Вестник заката На третий Чтобы забрать Птенца Если птенец Вот это Розовое бестия Начнет Бить тебя по лицу Будет вообще Не сладко Да И как-то Ты знаешь Что-то С заходом Вестника заката Не задалось У Хантерейса Ни историков Гнева пустоты И невозможности Додровать картонок Да и сейчас Придется выставлять Два клирика Я думаю Аж в темп Но с другой стороны Это любой пробав Демона И сразу же Все плохо С монеты Играть Приспешника Сейчас Сумеречный служитель Он же Грибоманд Та самая Нашумевшая Пятерка Которая просто Зачистила Во все колоды Золоков Нынешних Да О Что это Грибоманд Как так Как он появился Расскажи-ка Что делает Эта карта Игр Дает Плюс 2 Плюс 2 По левую И по правую Сторону Своего рода Такой Увеличившийся По монокривой По размерам Защитник Аргуса Но не дающий Таунты Действительно Карта Которую Все считали Приернуть Медленной И она Таковой И является Но сейчас Она выглядит Вполне Здраво Потому что Мета Немного Замедлилась Какого И предрекали Но проблема В том Что не пришел Все еще Вестник Плюс Была отдана Монета И теперь Птенчик Смотрит На тебя Как На еду Надо разворачивать Статы Прямо сейчас Служителю И забирать Одного из демонов Это хотя бы Какой-то выход Я думаю Что даже Ни в коем случае Нельзя тут жадничать Да Клирик появляется На игровой доске И еда Кровавый бес Винфюри стелс Давай по классике Та-та-та-ра-та-ра Та-та-ра-та-ра-та-ра-тан Стелс Стелс Или божественный щит Божественный щит А как мне А как мне его забирать Если божественный щит То есть это должен быть Удар клирика Плюс Должно быть два удара Нет Все равно стелс Все равно стелс Если вдруг выходит Вестник заката Может от того ешки Все-таки Нет Ну просто смотри Если приходит Вестник заката Противник сам отдает Весь свой стол Который он выставил Божественный щит Смотри Согласен с тобой Ну смотри Но есть Есть вполне логика Того что ты говоришь То есть если оппонент И так будет ставить Вестника заката Он отдает все Что сам выставил Соответственно Божественный щит Тут не отыгрывает Ни от чего Если идет Вестник заката Те просто ударят По божественному щиту И заберут Если У оппонента Нет Вестника заката То стелс Лучше Чем божественный щит То есть вопрос Еще вот в чем Как Перна Собирается выигрывать Он хочет воевать по столу Или он хочет Выигрывать за счет Того что просто Протопить оппонента В лицо Учитывая что это Зу чернокнижник А не какой-нибудь Агродруид Ты тут выиграешь Благодаря контролю стола Поэтому именно Под деку Под логику колоды Все таки Божественный щит Выглядит лучше И разумнее То есть ну Я думаю что Это как то Если их с двух сторон Оценивать То Баббл Все равно выигрывает У стелса Поэтому Перна Сделал этот выбор И нечем разобраться С принцом Но мы можем Попробовать Разобраться с птенцом С помощью Щита Кого бафаем Клирика Или Химика Слушай А может просто Клирика поставим Своего Еще один Божественный дух Ну теперь 100% Два трейда В библиотекаре Еще один клирик Хил клирика И алхимик Забирает 2-1 То есть таким образом Ты заставляешь Птенца оппонента Идти в трейды Со столом Или соответственно Топи в фейс Но останешься без доски Одна немота Играет в колодию Хантерейса Это немота за 0 Там все Есть вообще Интересный вариант Винт фьюри Пам-пам Пара-бара-бам Пам-парам Побежали 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 Вот теперь Я думаю Стелс Когда этот птенец Уже бегает Тогда Стелс все-таки Выглядит лучше Потому что Плюс 3 единицы здоровья Ты все равно Страдаешь от сайленса И ты можешь Пострадать От какого-то Хитрого Комбо-вомба С Тем Чтобы украсть Твое существо Например Еще один Служительный Еще один Приспешник Там Делье безумия И поехали И ты сам Можешь летал получить Ну или там Всякие внутренние огни Хелс точно Здоровье точно нельзя забирать Здоровье точно нельзя забирать 100% Стелс Подумает Подумает Заберет стелс Тут просто Других вариантов нет Грибомант На следующий Принесет тебе Вероятный Летал Ну и тут Надо будет искать Зачистку Уже самому Хантерейсу То есть Не зачистку А попытаться Убить Каким-то чудом Но Такой возможности Пока нет Хилиться мы не можем Если мы предположим Один раз Хилимся Сейчас Остается Три Кристалла Мы прямо сейчас Например Получаем Внутренний огонь Мы можем сыграть Удвоение Внутренний огонь Это 6-6 То есть Это у нас На столе Будет Девятка Урона Ну Вообще При всем желании Нет вариантов Есть И тебе надо Уже контролировать Да Сайленс Тебе набрасывать Некуда Спорядители кристаллов Я вообще не вижу Комбинацию карт Которая тут Хантерейса Может спасти Сколько там получается Там получается Десятка Тебе прилетит Плюс еще Три С Кровавого беса Ну то есть Это очень маловероятно Нет Ну подожди Ну Как бы Если он не найдет Ни атаку Ни Грибомант Ну Грибомант Даст Тринадцать А не Четырнадцать Если ты Заберешь Распредителей кристаллов Я к этому А Если забрать Распредителей кристаллов Да Согласен Поэтому Забираем у него Атаку Но Это все равно Не спасает Так летал Так по любому Ну и все Ну что ж Отличное выступление От Перны Видим Холодку в действии Видим Грибоманта В действии И Птичка Которая стучится В лицо Наверное первое Павление Грибоманта На вот таких Крупных Турнирах И Hunter Race Проигрывает Вторую Партию Для себя И Лайнап Который Вроде бы Должен был Легко Справляться С лайнапом Перны Пока Проигрывает Контроль Колоды Не тащат И это еще Даже не выходил Нзот Контроль Что не контроль Мета Михаил А мы так надеялись Но вчера контроль Побеждал Агру Но сегодня Классные заходы У Перны То есть Птенес на третий ход Это и есть Карта победы Это то что Отбирает все время У комбо Жреца Ну и сейчас Остается только Мурлок Паул Да Да Он на нем Проиграл Мурлок Паул Уже Руинил Вчера серии Вспоминаем Риху Который залил При счете 2-0 3 подряд Вспоминаем Других ребят И по-моему У того же Любо Были проблемы С Мурлок Паулом Давайте смотреть Как сейчас Пойдет Для Перны Эта колодка Последней И является Счет 2-1 Он уверен В своих действиях Сколько мы видим И драконью ярость Даже оставляет В стартовой Есть Джайна То есть чисто Гипотетически Надо найти Один секретик И разыграть Джайну На девятой Старт У Перны Из рук Он плохой Монеты у тебя нет Это здорово Тут угадывает Перна Но Вот нужна единичка Кровь Из носу Нужен Мурлок Который не зашел Уже Это уже пропуск хода И вот он Мурлок Мурквизитор Который опоздал На один ход Но все равно Будем открываться С него Это печально Досадно Но вариантов-то нет Ставить Озерного Прямо сейчас Но это Вся манна кривая Сломалась Просто у Перны Может быть Даже не захочет Замедляться Прямо сейчас Но это Про баф Лишние единицы Атаки У тебя даже Мурквизитор Наверное все-таки Все равно лучше будет Мурлок Пал Вчера За два матча Проиграл Шесть игр Ну вот Поправляют Наши Читатели Смотрители Ну имеется ввиду За два баста в пэт Все-таки Мурквизитор Который Опоздал Темпобронник Темпобронник Бойс Умоляю Обожаю этот ход Темпобронник Ну ясное дело Будет пинг Мурквизитор И Чат который пишет Что мы просто не шарим И темпобронник Это классный ход Помнишь? Это против двух Это же сколько атаки В целом Против пиратиков Которые бафаются А ты ставишь Темпобронник И такой Сразу же противник Темпобронник Нет Нет Только не темпобронник Только не темпобронник Ну слушай Кривая мана Это просто Адская Уперная Он заполняет Ее полностью Ну смотри В любом случае Четвертый ход Классный у тебя есть Это монета И дыхание дракона Два темпобронника Могут Кстати выйти На следующий Совсем напугаден Чтобы прям Нет Но есть проблемка По дыханию дракона Есть одна Небольшая проблемка Это Полиморф Которых два Ладно Один в колоде И есть еще одна Проблемка Это айсблок Торр тоже Один в колы Конечно шанс Небольшой Но проверим Сейчас мне кажется Скиллуху Хантерейса Тут уже рисковать Ни в коем случае Нельзя Надо гасить этот стол Уже сейчас Хантерейс Подбрасывает монетку Монетка крутится Чик-чик-чик-чик-чик и пока публика ликует есть информация перны о том что о том что вторая драконья ярость в колодке а нет казалось темпа броник играет полиморф у нас что пойдет дальше у нас есть blizzard после этого у нас драконья ярость на седьмой или например ну тут все божественно можно даже подумать о том что дать один полиморф и поставить одного броника которого тоже придется трейдить на если вдруг даже пойдут про бафы плюс тебе надо отыгрывать от божественной милости михаил что вы так приуныли но я пытаюсь придумать какой-то ход хороший его не вижу ты не хочешь отдавать броника с полиморфом да ну это такое темпы решения то есть принципе на самом деле полиморф тебе не особо нужен против паладина ну да наверное все таки единственный ход но мне кажется что с дыханием дракона и blizzard а можно и подождать один ход с другой стороны так ты очень круто обыгрываешь divine favor божественная милость теперь выглядит уже не настолько полезной так у тебя было бы 8 карт в руках так тебе 6 самое главное что даже если ты бафы существ на столе они все равно должны размениваться там с броником то есть это опять-таки два удара в стол дальше ты играешь blizzard после этого уже смотришь как все пойдет способность героя адаптация максимальный темп от перны ни одного хода хочет жертвы для того чтобы добрать картонок думаю что даже это споры играть на за рима и два удара бронником посмотрим что выберет себя перна тебе нужно наролить какого-то мега мега убер супер тарима который будет главенствовать на этой доске ну такой предсмертный хрип и забирает себе перна сам пугая оппонента что у него есть тарим и обыгрывая зачистки шестой ход на это будет упырь появляется на столе 46 продолжение для перна это печать королей плюс божественная милость медленно-медленно старается играть игрок из бразилии видит какой-то иной ход кроме божественной милости или печати королей печать королей выбирает мурлока очень медленно выбирает мурлока выбирает печать королей 1 1 сприт смертным 1 2 порой простите сприт смертным хрипом и это способность героя это поход лицо никаких разменов джоп сдан как вещает нам ин кипер но можно провести такую мысль что перна решил отыграть так чтобы гарантированно убить бронника то есть смотри идет сейчас бронник blizzard благодаря таунту упырь не доходит до одного из то есть до двух ростков один-один и эти ростки один-один гарантированно забирают бронника как тебе такая логика это невероятно плюс к этому мы играем под таримом ну что же blizzard все что появляется размен вот и вот как раз один из этих ростков погибал бы если бы ты не стал провокацию играл через божественную милость хитрец перна такой прям совсем next level ход опережая второго бронника когда первый вышел на предыдущий ну я думаю что объяснение на самом деле намного проще логично он просто пытается проспамить стол потому что понимает что времени у него не так много а божественная милость сыграет в любом случае поэтому пока дадим ресурсы которые уже имеются что так с нематуем пока судя по всему попридержим коней заберем бронника в любом случае выставим гидролога и зависит от секрета ну опережать медива как-то мне кажется это слишком слабо тут не можешь выбирать пассивные секреты должен выбирать искупление да искупление это именно секрет который позволяет тебе зацепиться за стол стёка за око тут выглядит точно не наилучшим образом да слабо все 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 выглядит очень слабо способность героям не даем никакой лишней информации ну легкий флейм точно в начале флеймстрайк потом трейд тебе бессмысленно ради того чтобы забрать один лишний раз сток отдавать сейчас упрять 4-5 с игровой доски это безумие это точно безумие одна печать королей уже выходила видели мы вчера колоды и без печати королей что удивительно это было вообще что-то из ряда вон ну и тут перна уже попросту никак не успеет 23 единицы здоровья на следующий ход пойдет джайны я думаю что после джайны пойдет хансит от перны потому что даже со второй божественной божественной милостью тут просто не распетлять там слишком много зачисток уже кстати час 20 у нас длится это best of 5 ребята решили прям очень медленно стартовать ну и по противостоянии действительно интересное хантерейс используют такие контроль антиагра колоды перна решил ну даже не совсем правильно называть лайнап хантерейса все таки антиагра поправлю себя потому что и маг довольно таки жадный и эндзот паладин то есть это скорее просто контроль колоды даже в какой-то мере они гриди как это принято называть англоязычных комментаторов поэтому все таки жадные жадные ну что за гриди что за англицизмы ты же русский комментатор говори по-русски я только что в этом же предложении употребил слово жадный ну а зачем и жадный и гриди ну придумай что-то еще алчный алчный жаждущий большего количества статов там я не знаю ну ты же жаждущий большего количества статов паладин хорошо вот я тебя услышал русский комментатор со львова именно знаменитый знаменитый выставили мы элема 3-6 начинаем отхиливаться 28 единиц здоровья и очень тяжело придется перне ему нужно перехватить стол учитывая что оппонента есть еще одна зачистка учитывая что оппонента есть еще одна грязная крыса ох и беда ну тут ну серьезно ну вот как выигрывать перне линию покажите он забирает в очередную юрист говорит о том что просто очень любит секрет око за око перна но если по факту как как выигрывать ты должен подбить под один и повесить око за око но все равно есть возможность захиливаться да играет пытается в стол в надежде что там нет ни единой зачистки ну пытается да то есть пытается как-то рисковать сейчас перна в любом случае шансов у него не так много но они есть он в принципе может зацепиться за эту партию и все таки по своим параметрам по своим статам существа очень неприятные для зачисток мага более того сейчас есть опять таки вопрос еще один подброс монетки драконьей ярости заролим ли мы еще один полиморф и полиморф нас явно здесь не устроит а также есть еще проблемка с айсблоком который по прежнему не перешел ну давай смотреть давай думать я правильно понимаю аликстраза ну как вариант конечно но мне кажется что это все таки плохое решение я думаю нужно играть портал может быть я думаю нужно играть зачистку и две двойки смотри портал плюс способность героя ты забираешь мурлока и порождаешь еще одного илема да не ну как короче давай зачистку и там посмотрим на сколько а на 6 вообще идеально пока двойка способность героя просто божественно мы забрали сейчас тарима ворон на 99 процентов приносит какую-то карту то есть единственный вариант это если у тебя из блоков оппонента как раз таки к оружию так не происходит мы призываем еще два элементаря на стол ворон 2-2 и похоже что все идет потихоньку помаленьку к пятой решающей ребята прям очень очень решили затянуть первое бастов 5 ну зато интересно не интересно интересно очень интересная партия это бастов 5 оно и более неоднозначное ходы были неоднозначные решения и вообще значит если так подумать это очень круто когда появляются моменты где мы как комментаторы ну как-то можно подискутировать над тем или иным ходом был он правильно или неправильно то есть когда нет какого-то однозначно правильного ответа когда выбирается стратегия и где-то либо ну там на той же агроколоде или топить в лицо или идти через контроль стола ну вот эти моменты они очень интересны божественная милость вот перны добор 5 карт праведная защитница ну это не те 5 карт которые могут спасти а вот пятая ничего такая но ты знаешь что там есть метеор ну с престом паладин должен быть фаворитом ммм даже праведную защитницу не хочется крылья зависит от захода жреца безусловно все верно потому что с двумя как бы драконами паладин не пройдет вот в том то и дело два историка гнева пустоты два дракона которые могут просто на корню уничтожить перна но он уже дважды отыгрывал на мурлок паладин причем весьма неплохо отыгрывал вокруг зачисток поэтому тут много вопросов и по идее сейчас паладос то должен стартовать с монетой что тоже может быть очень грустно потому что клирик пойдет на первой и дальше может пойти темп от хантерейс история гнева пустоты и там дальше дракон если ты накидываешь сайленс на элема у него работает отхил но не работает заморозка хотя бы я думаю что перна сам уже не верит в победу я думаю сейчас будет эскейп консид ну я думаю поставит гидру попробует рискнуть получит в гидру метеор и на этом попрощается с этой игрой на картон нет даже не будем гидру выставлять 2-2 ну и вот последняя решающая игра посмотрим действительно кто будет фаворитом пока ну а мне как тяжело вылить фаворитом матчапе пал прист ну по идее у паладина много ресурсов с другой стороны жрец с классной стартовой игрой просто ломает весь старт палу а пал без стартовой игры бесполезная колода ну жрецу то есть скажем так если у жреца отсутствуют главные драконы то есть сумеречные 3-3 ну вестники заката имею ввиду вот 3-3 то тогда пал должен легко разбираться если все таки вестники заката зайдут то тут уже может и паладин не успеть там даже одного вестника заката порой достаточно но чтобы отбить вторую волну два вестника это как бы голдфиш своего рода против мурлок паладоса наподобие того соответственно элем тоже стартовый очень классно тебе можно создать раннюю игру то есть там какой-то элем плюс щиток ну то есть опции достаточно от мулигана очень многое будет зависеть и мне кажется самый центр внимания сейчас должен быть устремлен именно на мулиган и мулиган то прямо у ханта рейса ничего такой хороший весьма еще с монетой само собой и кстати вторую подряд вторую игру подряд перна стартует без монеты слушай крутая рука для жреца а у перны вообще просто из ряда вон все плохо внутренний огонь уйдет а вот 2 и 2 четверки остается элем 2 дракона круто просто огонь и перна видит что там 3 картишки остались в стартовой и продолжение просто 2 3 4 есть а тут смотри-ка бен подвозит для перны неплохого мурлока не лучшего конечно но хотя бы что-то но пас 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 тем более хантер рейс прекрасно понимает что лишь одна карта осталась в стартовой руке это коров а зачем ты задумался монеты лм сломать оппоненту темп надеяться что у него нет продолжения если там действительно нет продолжения то ты темное видение копаешь себе щиток набрасываешь и просто выигрываешь стартовый стол ну наверное есть в этом смысл да ну а если это озерный охотник остался в руке однокартный то мы это вообще беда но с другой стороны смотри мы все равно сыграем темное видение на второй ход а после этого сыграем даже тройку в темп да и у тебя все равно есть вестник заката да но только вестник заката выйдет таким образом после мегазавра тоже правильно справедливо вот в том то и беда ну этот риск и он оправдан действительно у первого нет продолжения как-то прочувствовал момент хантер рейс сыграл на опережение и теперь теперь мурлока даже пробафать не может хантер рейс и тут мне кажется можно уже ну посмотрим конечно как все будет развиваться но крайне говоря старт для мурлок пала очень плохой а вот для хантер рейса все просто божественно что хотим слово силы щит найти даже не будет да форсировать события серьезно а может стоит все таки это говорит от пушки я думаю ну так пушка все равно заберет его не не я имею ввиду пушка с двойкой которая молод ну не знаю пушка под так вот ну как то крайне говоря не смотрит о оказал жонглер плюс существо за один но существа за один там нет уже это видел потому что это монета это вернее это обилка на второй ход вот это два топ дека соответственно и жонглер тебе должен прийти в топ дека и еще что-то и возможно жонглер был просто он решил его не ставить потому что она старая стоит олем ну а кого ты заберешь мурлока или жонглера скорее жонглера даже наверное ну почему не мурлок или мурлок я надеюсь что жонглер не попадет а если озерный охотник ну в общем ну короче да это мы ушли в дебри уже такие неплохие я думаю правда тут не столь важно тут скорее важно что хантер рейс все таки сделал этот риск с крутым ходом монета элем и этот ход выигрывает ему по факту сейчас огромное количество времени и может выиграть прям целую партию пробафан элем удар по гидрологе тут гидролог отправляется в руку а не на стол ну и к оружию не знаю что может сейчас хоть как-то спасти перну правильная защитница нужна бам и она есть это еще два удара ну что будем копать я думаю что да изи просто копок как говоришь копочек второй сиящий помилуй хантер рейс не надо второй сияющий второй сияющий ясное дело темное видение и на деле и безумие нужно наверное чтобы найти и разобраться со столом с этим даже нет хочет вы а кого хочет выставлять играть клирика прямо сейчас клирик плюс захил добор картонки судя по всему так и зачистка всего стола есть ли смысл забирать мурлока забираем праведную смысл забирать мурлоком забираем стол ну и все ну я вообще не вижу варианта камбэка пала в этой игре как бы единственный ход это гидра но гидра не выиграет в соло игру понимаешь в чем беда не гидра однозначно должна выходить сейчас для перны там нужно надеяться что нет драконьего посланника что хотя бы гидра не свапнет статы ну это хотя бы что-то да хотя бы какая-то надежда все остальное выглядит откровенно говоря плохо в свою очередь драконит шпион от ханта рейса что там интересно вот тарим есть на следующий доход да нему то нет тарим к оружию тарим тебе нужно ответ на гидру тебе его предлагают в лицо я просто думаю о чем что ммм кого гидра будет забирать Сейчас просто будет проспам стола Будут ли у тебя выльют рейды Например ряд какой-то мелочи Плюс пробав по хп и как бы Тарим Уже не выглядит настолько круто Но посмотрим, ладно Там есть опять-таки еще и Вестник Заката То есть опции более чем достаточно А Тарим предлагает тебе очень серьезные опции Го око за око Печать королей на гидру и фулл фейс Давай жахнем Смотри, око за око печать королей на гидру И просто вообще фулл фейс Хватит вот это его Хватит сморкать Что ты делаешь? Успокойся Я бы чуть-чуть зеленею Ну да ладно Ну пытаемся как-то еще воевать по столу Про с вами мурлоков Что будет живет в темной чешуе Озерный секрет Даже еще один гидролог вместо озерного Все-таки озерный Озерный на живцам Плюс секрет И гидра должна идти в трейд В таком случае шпиона Если ты хочешь воевать по столу Так происходит 21 здоровье Секрет скупления повешен 9 12-15, да, можем внести прямо сейчас Раз такое дело Да нет, 3-4 ушел в трейд 2-2 Мы поставили Тарима Хотя... Ты знаешь, искупление А может мы сыграем все-таки Вестника Заката? Ну мы же Вестника Заката Вестники Заката Ооо Причем 1-3, да? Мы сначала бьемся в гидру Мда 1-3 сначала бьемся Проверяем секрет Таким образом Мда зачистка все устала Не удастся нам получить карту Ну, давай Чуть не сияющий Ну, как проблема от этого У Паладина Они не уменьшились Еще одну Еще к оружию Перебираем колоду дальше Оружию! Воины! Полетели на стол войны Видим мурк визитора Защитница и мурк визитора Гидролог Око за око Ты представляешь Вот при каждом выборе С гидролога Око за око Всегда есть Оно всегда в центре А так бы тебе дали Фишечка Открутка Слушай, а Под искуплением Праведная защитница Неплоха? Да она вообще Пойдет Пойдет, да? Темное видение Зелье безумия Ой-ой-ой А как-то убить Мы можем сейчас 8 Зелье безумия Стоит 0 10 11 Если я правильно понимаю Не, мы еще 3 Мы можем оставить А ты тогда не бахнешь Бахнешь, а на 0 стоит Да не То есть Ты тогда Божественный Дух не сыграешь 6, 9 У тебя 12 урона Нет, Божественный Дух Ты тогда не сыграешь Понятное дело Но воровать надо Праведную защитницу Иначе придется еще пару ударов сюда давать Игорь за воровство За воровство Все Скупление 100% Убиваем Дарим сверху Ну на 3 остается только Мог визитор Потому что будут полные трейдами И дарим Лучшняшка Унгора принадлежит Титанам Точно? Точно Точная информация? Точная, точно Насколько? Есть проф Знаете? Где? В инстаграме Утворы Ребят, заходите Там вся информация Про Плюшу И кому принадлежит Онкор А также фотографии Еды Ежедневные Тюльпанов Фоточки Тюльпанов Всевозможных цветов Ну, знаете, да? Александр давний любитель Что-то Опасно Смешных шуток 7, 7 Маленький Мурчидин Вырос Времена Негатива В чате Понятно Такс Раскопка Дракона На выбор Изера Еще Один Вестник заката Ну и не нужно Вестник заката Тебе уже нужен Хотя Мы вообще Мы можем Пробафать Одного из драконов Сыграть Вестника заката Вообще Не идти в трейды И пойти Фулл фейс Можем поставить К стену Дракона Всегда Все-таки Забирает Еще одного Защищать даже будет В полный контроль Идем Ну, предварительно Пробафаем Статы Сияющим Ясно дело Бахнем На шестерку В лицо Можно даже Не сравнивать Пока Размен И еще Даже Нет Рискует В этом плане Оставит Мурлока 9-4 На столе Бесстрашный Нет Пойдет Пойдет Лицо Лицо Сморк Два Микоцавра Нет Не давали бы Ничего Перна Ну пощади Подъезжает Топор Он же Клинок Топор Войны Ну продолжение Видеизира для Хантер Рейса Никоим образом Не законтрит Это Перна У него Не будет Стола 7-6 Идет 4-5 Лицом Забираем 6-3 На столе Останется Только Сияющий И 1-3 У нас Историк Мы на это Ответим Изерой 1-3 Пойдет В лицо 3-3 Добьет Мурлока 7-6 Мурквизитора Ис-4 12 Будет справиться Крайне Крайне Тяжело 6 ФП Well played И А ясненько Нормальные Топдеки Летал С топдека Зелье безумия И Перна Приговорен Перна Проигрывает Своё противостояние По олимпийской системе Он покидает Турнир Хантер Рейс Проходит Дальше Ну и действительно Его лайнап Сработал Хоть и было Опасно Если честно Я думаю Что сердечко У него Ёкнуло Да и не один раз Ну вот вам и Мурлодин Действительно Согласен С нашим Уважаемым Чатиком Мурлок Паул Проигрывает Уже Не первый раз Целые серии Заливает Этот Утор И это беда Но Вот по статистике Вообще Любопытно Будет посмотреть Цифры после Потому как Действительно Мурлодина Я не ожидал Такого Десять Мурлодинов Привезли На этот турнир Окей Друзья Мы уходим На небольшую паузу К нам сейчас Ворвется Александр Творын У нас будет Небольшой Свапкастеров И у нас Впереди Еще целых Десять Мурлодинов Десять Мурлодинов They could actually just decided the series good. So, during the games against the Paladin, how much were you thinking about Divine Favor with the plays you were making? I think there was several turns where I thought you were deliberately dumping cards from hand to try and play around it. Yeah, I tried to play as curve-efficiently as possible. Not greeting too much with my artificers. In the end, I also just wanted to get it all out because the only way I lost was him и просто просто удачить Тарум и всё. У меня есть турнир, где ты в Афганистан полиморф, что это единственный способ вы могли играть два карта и вы могли играть два-три, я бы тоже хотел играть Я просто хотел бы еще раз чтобы играть в Афганистан и обрабатывать в Афганистан. Я вопрос, когда вы делали это, что вы делали с Сабертув, потому что это что мы делали после того, как вы делали когда вы играли, вы получили обзор, чтобы вы играли в игрок, или в игроке, или в игроке, то вы оставили себе в 1,5 HP. Что был вашим основатым? Я хотел играть на Мин-Контроль. Мин-Контроль, Жейна, и тоже... Что было бы с другой стороны? Мин-Контроль, и вы можете Жейна... Я также не играть Мин-Контроль. В конце концов, я не знаю, что, возможно, я не встал, а мне не следует... Но я был 100% уверен, что он играет Мин-Контроль, потому что он получил... Тесно, я не думаю, что вы тоже спишите, наверное, на уровне присоединяйтесь. Многое игра будет просто, конечно же для вас. Если вы видите, conclusи, что вы знаете если ваша следующая у меня из 2-3. ВЫСТРЕЛЫ ВОДЕМИН! ВЫСТРЕЛЫ ВОДЕМИН! ВЫСТРЕЛЫ ВОДЕМИН. УДЕМИН. Удеймин на вашей большой лайной лидерам. Он у меняает Эволв Шамом. Я очень люблю трюо, я думаю. Я думаю, что все мои деки очень нравится с Evolve Shaman. И Босна, я думаю, это самая линопа, как Перна. Просто немного грид. Я хорошо с двух сторон. Я думаю, что это будет... Мы будем смотреть. Еще еще раз? Я прошу. Я очень рад. Я выбираю вас для этого, я хочу пройти. Я хочу вам прощаться. Я не знаю, что я в этом турнире. Я не знаю, что вы видите. the results of Raven's poll that he put on Twitter either, but like 87% of people picked you or something like that. Feels good, man. Yeah, there you go. Congratulations, well played. Before we leave you and go to a very quick break, we are going to do a quick promo for you, which is of course one of the core sponsors of these events, which is Need for Seat, makers of